В этом году Сочи вошел в федеральную программу по строительству завода по термической переработке отходов в электроэнергию. Современное экологически безопасное мусороперерабатывающее предприятие появится на курорте к 2022 году. Никаких других технологий не существует. И даже если называют переработкой, то все равно она одна переработка термическая, другой нет. Но что мы выяснили, что чем тщательнее ведется работа по раздельному сбору, чем тщательнее, тем меньше остается хвостов. Хвосты – это то, что не сгорает и то, что не поддается переработке. 40% переработки отходов в Евросоюзе ведется именно по такой технологии, которую разработала японская фирма «Хитачи». Во всем мире переработка отходов и раздельный сбор мусора идут рука об руку. Таким путем предстоит пройти и нашему городу. Параллельно нужно оказать помощь предприятиям, которые занимаются переработкой пластика, бумаги, картона, резины, стекла и строительного мусора. В городе таких около десяти. И у каждого из них есть резервы для развития. Наглядно на это указывает количество автопокрышек или мешков стройотходов на контейнерных площадках. Город готов помочь в поиске и аренде новых площадок, установке специализированных контейнеров. Так, например, организации, которая занимается переработкой автопокрышек, нужна помощь в реализации их конечного продукта – резинового покрытия для спортивных и детских площадок. Это взаимовыгодное сотрудничество, от которого выигрывают все – и перерабатывающие предприятия, и город, и объекты бизнеса. Но, как отметил глава Сочи, доносить идею важности раздельного сбора отходов необходимо каждому отдельному жителю. И начинать это нужно с раннего возраста. Для этого в школах будут регулярно проходить эко-уроки, конкурсы и тематические праздники. А население в целом предложено стимулировать тарифными преференциями для тех, кто будет практиковать раздельный сбор мусора. Продолжение следует...